Вау! Вот здесь надо коптер запускать. Ага, долбедол на коптер. Вот смотрите. Окей, спасибо. Дай мне что? Напишите в комментариях. На автобане нет снега. Какой автобан? Ребята, всем доброе утро. Идем на завтрак. В наш отель входит в тройку лучших завтраков озера Тахо. Так, осталось только найти, где это происходит. Погода просто сказочная. Вот девчонки стоят. Что нет здесь завтрака? Нет завтрака? Прикольно, я начал видео, прикольно. Разве у нас всех вообще шутка. Балан, сколько ты проиграл? 300 долларов. 300 баксов? *** Нет. Ну честно, на камеру скажи. Или не хочешь об этом? Три штуки? Я вижу тысячи четыре. Ну, короче, сегодня горит три, а завтра это будет. Идем смотреть озеро. Здесь очень красивый вид. Горы. Снегу все. Мы из окна видели там подъемники. Вау. Вау. И я предлагаю, может на лыжах закатнемся. Подхода нет к воде почему-то. Так. Мы никак не можем подойти. Пойдем вот здесь прямо, чуть между заборами. Ну что, поехали завтрак искать. А у нас дверь открытая, нормально? Красота. И печенька лежит. Открывай. А. Он у меня. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Кондрашов. И вы сиськи, сиськи и сиськи. Это лучше, ребята, лайфхак кстати. Хотите клево на фотках получаться, обязательно говорите сиськи. И сразу у вас будет отличная улыбка. Ну что, потихоньку поехали. Движемся дальше. В Тахо мы посмотрели только казино. Да, вид шикарный. Я ни разу не пожалел, что мы сюда приехали. Да. Кто же знал, что... Аж дух захватывает. Настолько прозрачная, что в некоторых местах видно дно, объекты на 67 футов. 67 футов прозрак. Или 30 с чем-то метров, представляете, ребят? Сейчас рыбка проходит... 30-ти метровый прозрак в озере. Короче, дебилы те, кто с Голден Гейт Бриджа самоубийцы ныряют. Здесь круче. Здесь круче. Очень классно покупаться. Здесь круче. Вот. Алтончик там. Симфер и поднимаются. Здесь круче. Смех! А, да! Что, едем дальше, да? Эликоп... Эликоптер запустим. Настя. Сейчас давай на ту вершину... там водопад шикарнейший ну вот мы его проехали надо возвращаться слышь как гремит более стремно ребята природа безумная очень все грамотно расположена здесь площадки подъезда не очень много народа просто кайф здесь гулять место называется изумрудная бухта эмерла бэй мы еще не доехали про до него два километра но уже здесь нереально красиво смотрите камни горы в снегу на тебе нравится здесь до погода идеально ребята если вы будете в сан-франциско обязательно сюда ездить три часа дыхание спира вот здесь надо коптер запускать на до остров какой красивый вот здесь действительно получаешь настоящий вау эффект спирает дыхание забот шум водопада воздух чистейший такие солнце посмотрите а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, здесь можно гулять, лазить, в принципе, достаточно безопасно, несмотря на всю эту красоту, камни ровные, не скользкие. Ну, а если дождь, конечно же, я не советую здесь лазить. А так красотища. Смотрите, река, вспененная вода, мощь. Обязательно, обязательно, ребята, если будете где-то рядом, да, даже если не будете рядом, спланируйте поездку на озеро Тахо. Один день здесь можно провести, да можно и не один. Мы вот сейчас находимся в мае месяце. Сегодня 9 мая. Всех с праздником Победы. Мы вот в таком замечательном месте. Шикарно. Одно из лучших мест в плане величия и красоты природы. То есть я не так уж и много где был, но здесь очень круто. Поедем сейчас дальше, еще 2 километра, там еще одно вьюпоинт. То есть именно сама точка, куда мы вообще приехали. Но по дороге к ней вот такие-то сопримечательности, что в принципе можно уже и домой ехать. Мы все посмотрим, но я считаю, что мы все посмотрим. Талая вода, ребят, просто бедуна. Бью талую воду, ледяная. Аж зубы сходят. И руки. Ага, зубы зубы. Вот тогда можно поесть в том городке, где мы были. Ну да. Мы через него сюда поезжали. Мы через него поедем? В Hard Rock Cafe пошли. Продают машины. Яхты. Павел, давай тачку купим. Ну я все, наверное, какую-то Ford Fox проиграл. Ищем, где покушать. Приехали обратно. О, это прачка. Давай заснимем. Давай постираемся. Постирать, да. Вот здесь американцы стирают одежду. Можно прийти, заплатить определенную сумму. И постирать самому. Принесли нам пиво. Я пью местное. Холодненькое. Вон пьют корону. Давай, Вован. Доброе утро. В 2 часа дня. Негустерое пиво. Вообще пипец необычное. Попробуй. Попробуй, Настя. На класс похоже. Я рыбочку заказал. Все попробуют. Там большая рыба. А это что такое? Сладкое, да? Да. Ребята, нам принесли бургеры. Вот это классический американский бургер. А-ля. Просто посмотрите на это. Мясо на крупной соли. Картошечка жареная. Арбуз. Я первый раз такой. Барбекю чикен. Вована, да. Сэндвичи. И ребрышки. И... Ну, чтобы одинаковые заказали. Посмотрите. Да. Можете просить вам. Здесь очень вкусно. Мы удивились, кстати, удивительно, что вкусно. Потому что мы нашли случайно это место. Слышали и носили. Да. Мама, да. Я хочу вот такую. Огонь. Это б***ь. Это лучшая картошка на планете. Блин, смотри, какая тоненькая. Все, ребят, всем приятного аппетита. Ладно. Это все. Это все съел. По-моему, красава. Вас всем раскидал просто. Я умрю, уже поделился. Так, Вов, у нас маршрут поменялся, да? Мы хотим проехать не обратно. Давай про это расскажем. Потому что интересно. Сейчас я ярко сделаю, чтобы люди увидели. Вот. Вот мы сейчас вот здесь, Тахо, озеро Тахо. Мы собирались ехать по левой стороне, вот в этот национальный парк Йеми-Сити. Да, то есть у меня строят маршруты, если я набираю как раз в объект. А мы с этой стороны, мы с этой стороны каком-то Моно-Лейк, еще какое-то озеро посмотрим. Мы как раз заедем в парк. Через парк ехать час целый. Представляете, какой он очень большой. Здесь есть водопад, сам парк. Вот. И потом по этой дороге, по этой дороге, вот, сейчас мы здесь, вот так вот, мы поедем как раз в Лас-Вегас. Сука, такой дед был колоритный. Хотел снять вам деда такого, знаете, как из фильмов ужаса. С белой бородой, с белыми волосами. А, вон он, да, он курит, стоит. Он из какого-то фильма. Вот смотрите. Человек похож на индейца. Сигары, блядь, сигаревые. Мужики, если вдруг вы без самоваров, вам только в Тахо, обязательно. Действительно, да, нет с этим проблем. 120 долларов. Ой, да, 120 баксов. И девушку можно взять какой-нибудь. Не знаю, важна вам эта информация или нет. Ну, как бы, пусть она будет. Пусть, да, мало. Пусть прилепи на холодильник. Мы не брали, не-не-не. Но очень круто идти, вот, когда такая жара, а вверху ты видишь снег. Это, кстати, первые горы, в которых я нахожусь. Может быть, поэтому меня так распирает, что я вижу снег. Я такого вообще никогда не видел. А теперь, ребята, в защиту России, как говорится, чтобы вы не думали. Это Красная Поляна. Вот я был буквально за неделю до поездки сюда. И вот тоже солнышко, снег. У меня есть даже видео какое-то, что вот мы поднялись туда наверх. Снегопад. Мы под зонтиком, под этим снегом. Так что есть похожие места. Россия. В каком стране вы из-за России? Россия. О, русский. А где ты? Ты не русский? Да. Эй, приди. Дай мне обморок. Я у меня поляну. Хорошо, спасибо. Нет, дай мне обморок. Дай мне что? Дай мне обморок. Обморок? Эй, I sure hope you have a good appreciation. And thanks, guys. If you want to camp, man, I'll take you guys up in the woods if you'd like it. Okay. Thank you. Nice to meet you. Давай, bro. Ну что, ребята, поехали. Дальше, потихоньку. На этой клевой тачке всего за 1000 долларов за 19 дней. Я считаю, что это очень хорошая цена. Получается даже меньше, где-то 50 долларов в день. Вообще, отлично. В России за 50 баксов в день вы с Жигули, наверное, снимете. Хотя я никогда не снимал, но просто много-много лет назад мой компаньон снимал, я помню, с Жигули. И он 1000 с чем-то рублей платил. То есть, я думаю, сейчас 1000-300 стоит. Напишите, читайте, в комментариях, сколько сейчас стоит арендовать русскую машину в Москве. Просто интересно. Национальный парк Йосимити находится в Калифорнии. Один из самых популярных национальных парков в США. С 1984 года входит в список сибирного наследия. Ребята, хотим показать, как здесь сделано, организовано дорожное движение. То есть, какая здесь крутая разметка. Вот смотрите, это вот белая линия, если вы заснули, допустим. И встречная, точно такая же вот, желтая линия. Вот, например, баланс заедет сейчас на белую. То есть, вы типа уснули и случайно заезжаете. Слушайте, какой звук. То есть, этот звук вас сразу вернет... Еще вибрация всего. Да, машина вот так дрожит. И соответственно, соответствующий звук вернет вас просто... Давай еще раз, Алан. Юлия проснулась. Приехали на заправку, а здесь никого. Не кажется, и с косами стоять. Да, только вот такая вот городишка. Сраная. Пуста. Пуста. Продолжение следует... Какая-то херня, ну, брат. Зато, блин, на 75 долларов. Да ладно? Мы посчитали, что мы самые умные и решили сократить маршрут, а из 5 часов превратить в 2 с половиной часа. Подъезжав к месту назначения, мы обнаружили, что 120-я трасса, по которой мы хотели сократить все, закрыта до июня месяца. Вот, поэтому теперь нам делать обратную дорогу, пили 4 часа и смотреть гребаный парк. Продолжение следует... Какая, Настя, ситуация? Очень, очень, очень печальная ситуация. Мы где-то в горах, короче, ребят, тут холодно, пипец. Ты что не вылазишь-то, эй? Мы уже по 4-м дорогам проехали, мы уже потратили кучу времени. Все, не ноль, Настя, праздник к нам приходит. Очень, ребят, на самом деле мы задубели, как с собаки. Тут вот ледник какой-то. Юль, бегай наверх, посмотри. В общем, ребята, мы задолбались ехать. И, походу, сегодня до Йолстова, но мы не доедем. Ой, до Йолстова, как это называется? Йос-Цеумит или как там, правильно? В общем, где Секвое. Уже сил ни у кого нету. Время 10 часов. В общем, приняли решение сейчас заправиться, еще час примерно ехать. И заночевать в любом отеле, мотеле, который будет по дороге. Где-нибудь. Где-нибудь отоспаться, в 7 утра встать и поехать. То есть, завтра смотрим парк, а позавтра мы даже не доедем. А не так, надо сказать, что мы по ходу делать, опять мы так едем. И непонятно, где открыта дорога сейчас, где закрыта. Спасибо. Спасибо. Большие деревья. Они говорят, что сейчас очень много снега и все перекруто на пол. Открыты только большие деревья. Они говорят, что 88-я трасса не проехать. Потому что до хера снега. А ты, как большие деревья? The best way to go? 6 часов ехать. От Джексона. Ты что не понимаешь? На автобане нет снега. Какой автобан? Мы по горам сегодня ездили, там нет автобана. Сашка. Мы сейчас выехали на автобан. Ты не понимаешь? А вы, ты секвой, как мы поедем? Ты в секвой? Автобаном. Нет, там автобана нет. Для дороги. Я буду ставить сейчас все на зарядку. Благо здесь розеток много. На этом выпуск заканчивается. Давайте всем до завтрашнего утра. Всем пока. Настя, пока, скажи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова